В молодёжном центре при Дворце культуры «Спартак» состоялось чествование молодых преподавателей. На мероприятии приняли участие глава города Хасавюр Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, ветераны труда Валентина Бороздина и Назимат Халилова, директор школы номер 17, член общественной палаты города Хасавюр Вахер Султан Вандаев, заместитель начальника городского управления образования Станислав Трещев и студенты четвёртых курсов педагогического колледжа. В последнее время и государство, и на высшем уровне руководители государства, республики, деляют всё больше и больше внимания системы образования. В последние 5-6 лет чувствуется перелом, всё общество поняло, что без образования без знаний нет будущего страны. Образование – это основа развития любого общества, любой страны. Глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов отметил важность и значимость профессии педагога во все времена, её неоценимый вклад в формирование общества и будущего поколения. Хасавюрт в сфере образования находится на передовых позициях уже на протяжении практически десятка лет. Это, вне всяких сомнений, заслуга каждого учителя в городе, сказал Акмазов. Выступая перед собравшимися ветераны педагогического труда, выразили слова благодарности и напутствия молодым педагогам. Так, почётный работник образования Республики Дагестан Валентина Бороздина отметила важность правильного подхода к своей деятельности. Чтобы получился настоящий учитель, надо любить эту работу, надо иметь ещё Божий дар и надо очень много работать над собой. Если вы будете любить детей, вам работа будет в удовольствие. Сегодня время другое, сегодня у вас много помощников, это интернет, это вся техника, которая работает на вас. Мы, когда начинали работать, мы сами. Мы писали сценарии по жизни, мы писали сценарии на урок, мы писали вообще общие сценарии, если они нужны были. Так вот, чтобы это было, пишите свои сценарии. Они вам всегда нужны будут в вашей практической работе. Имея за плечами уже 50 лет работы учителем, Бороздина отметила, что ни один день не прошёл без чтения и работы над собой. Пройдя столь долгий путь, хочется сказать молодым преподавателям, самое главное – любить детей и свою профессию. В свою очередь, заслуженный учитель Республики Дагестан Азимат Халилова также поздравила молодых учителей и пожелала им дальнейших творческих успехов. Я думаю, что это стремление к знаниям, оно сохранилось у них и тогда, когда они работают. Отношение к работе, отношение к учёбе, ко всей жизни, к людям – это всё в человеке и вырабатывается, и сохраняется, и передается другому поколению. Мне очень приятно вас видеть, мне приятно видеть и своих студентов здесь, которые сидят, которые видят. И я думаю, что они тоже будут стараться через год уже быть уже заехал в столу. В продолжении мероприятия начальник отдела по делам молодёжи и туризма Эльшат Атаева в своём выступлении отметила важность образования в жизни молодёжи и выразила слова поздравления в адрес всех присутствующих преподавателей. Сегодня мы видим, что молодое поколение чувствует, что их судьба зависит от качественного образования. Они чувствуют, что должны получить сегодня и добиваться должны качественного образования, а в получении знаний, умений и навыков, конечно, вы должны им помочь, молодые наши учителя. Далее глава города провёл церемонию награждения и вручил молодым преподавателям почётные грамоты и ценные сувениры. Также перед всеми присутствующими выступила детско-юношеская вокальная группа при Дворце культуры «Спартак» «Хрустальная звёздочка» с музыкальной композицией «Спасибо учителям».